Здравствуйте, уважаемые слушатели! Продолжаем изучение лекции номер 2. На прошлом занятии мы изучали часть третьего данного лекционного занятия, которая была посвящена вопросам теплоотдачи, закону Ньютона-Рихмана «Теплопередача через многослойную плоскость и теплопередача через многослойную цилиндрическую стенку». Сегодня мы будем изучать часть четвертую – применение теплопередачи в природе и технике. В ходе части четвертой данного лекционного занятия будут рассматриваться следующие основные вопросы – виды теплопередачи и примеры теплопередачи в природе и технике. Виды теплопередачи и примеры теплопередачи в природе и технике. Существует три вида теплопередачи. Это теплопроводность, конвекция, излучение или лучистый теплообмен. Определение данных понятий мы рассматривали на предыдущих занятиях. Проведем опыт по теплопроводности. Как вы видите, на данном слайде имеются два металлических стержня, соединенные между собой также металлическим стержнем с прикрепленными к нему свечками. Посередине также стоит свеча, которая нагревает данный металлический стержень. Как вы видите, левая часть этого металлического стержня нагревается гораздо быстрее, чем правая. Это связано непосредственно с теплопроводностью отдельных частей данного металлического стержня. А также часть теплоты собирают данные, небольшие свечки, прикрепленные к данному стержню. Из-за того, что левая часть стержня нагревается гораздо быстрее, свечи, расплавляясь, падали. Отпадали от данного стержня. Теплопроводность – это явление передачи внутренней энергии от одного тела к другому или от одной его части к другой. В этом случае тела и все части, участвующие в процессе, находятся непосредственно в контакте. Само вещество не перемещается вдоль тела, а переносится лишь энергией. Предлагаю законспектировать данную информацию. Механизм теплопроводности. Амплитуда колебаний атомов в узлах кристаллической решетки в точке А меньше, чем в точке П. Как вы можете наблюдать из данного рисунка. Вследствие взаимодействия атомов друг с другом, амплитуда колебаний атомов, находящихся рядом с точкой П, возрастает. Теплопроводность различных веществ. Металлы обладают хорошей теплопроводностью. Меньшей теплопроводностью обладают жидкостью. А также газ плохо проводит тепло. Как вы видите, из данного рисунка наибольшей теплопроводностью обладает медь, железо. Вода намного хуже проводит тепло, чем металл. А у снега шерсти, меха, пуха еще меньшая теплопроводность. И наименьшая теплопроводность у нас у воздуха. Отношение теплопроводности меди к теплопроводности воздуха равна 20 000. Предлагаю зарисовать данную градацию. Теплоизоляционный материал. Как вы видите, толщина теплоизоляционных материалов влияет на температуру в помещении. То есть, чем толще стена, тем меньше температура будет в помещении. Тем меньше будут потери к теплоте. Шкала толщины материалов при одинаковой теплопроводности. Можете зарисовать себе данные шкалы толщин материалов при одинаковой теплопроводности. Из части четвертой данного лекционного занятия можно сделать следующий вывод. Были рассмотрены понятия теплоотдачи. Закона Ньютона Рихмута. Определена теплопередача через многослойную плоскую стенку. Также определена теплопередача через многослойную цилиндрическую стенку. Часть пятая. Проявление теплопроводности в природе. Применение теплопроводности в технике. Данного лекционного занятия будет посвящена следующим вопросам. Теплопроводности в природе и технике. Конвекции в природе и технике. Также излучения в природе и технике. Спасибо за внимание.